Он это делает по старинке. Евгений Спицын уже 20 лет собирает открытки. Для обмена карточками никакими современными средствами не пользуется. Только раз в год встречается с такими же коллекционерами в Москве или Питере. У некоторых интересует одна тема, допустим. Ему что-то попалось по другой теме. Вот собирает человек, к примеру, я не знаю, там, охоту. И, к примеру, попались ему какие-нибудь бабочки или какие-нибудь цари, они ему неинтересны. И можно поменяться здесь. За 20 лет техника обмена шагнула далеко вперед. Оксана Кузьмина – участница движения «Посткроссинг». Отправляет открытки неизвестным людям. Адресаты в произвольном порядке ищут в интернете. Во всемирной паутине есть специальный сайт, где регистрируются желающие принять участие в круговороте открыток. В Оксаниной коллекции – карточки из Малайзии, Австралии, Бразилии и Японии. Можно обмениваться с людьми из разных стран, причем которых вы никогда не встретите в жизни. Иван Хейлык коллекционирует не марки и не открытки, а добрые дела. Несколько месяцев назад в своей любимой кофейне он узнал об интересной неаполитанской традиции – покупать бодрящий напиток себе и тому парню или девушке, которые не могут за него заплатить. Это называется подвешенный кофе. Это все-таки целая культура. И не все могут заработать себе на хороший кофе, но очень много людей его хотят. И я могу поделиться таким кофе с этими людьми. Оплаченный кем-то кофе чаще всего спрашивают студенты. Но, как это ни странно, в Саратове пока гораздо больше тех, кто готов поделиться напитком с другими, чем тех, кто хочет выпить за чужой счет. Самым первым в Россию пришел буккроссинг. Его смысл заключается в следующем – прочитал книгу, отпусти ее на свободу. Дай, возможно, и с другим познакомиться с произведением. «Скамейка в Липках» стала первым местом саратовских буккроссеров. Правда, в нашем городе движение как-то не пошло. На свободу было отпущено всего около десятка произведений. Среди последних – книга про Гарри Поттера. Как показала практика, саратовцы слишком любят читать. И заполучив однажды книгу, больше не хотят отпускать ее на свободу. Анна Головчинская, Роман Базан, Олег Буланов. Новости Телеобъектив.